Масленичная неделя Но делать мы это будем не одни, а нам помогают наши гости Вот у меня здесь за стоечками Светлана Пигарева, председатель общества русской народной культуры «Большая медведица» А я поговорю с Аленой Кротовой, помощником председателя Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Доброе утро, дамы! Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте сначала начнем с нас Что за блины мы будем сегодня печь? Во-первых, вы принесли к нам в студию интересные какие-то блинчики Я бы их панкейками назвал американскими Но все же, все же, ну просто они такие маленькие и толстенькие Что это за блинчики такие? Это блины незаслуженно забытые Но вообще-то это русские блины Один из видов русских блинов, их было много Это пшеные блины То есть на пшенке они сделаны? Сейчас мы вообще незаслуженно забыли и пшенку, и блюда из них А она являлась одной составляющей, основной составляющей крестьянского рациона, если можно так сказать И пшеные блины, это были, можно сказать, первые блины на масленицу Мы о блинах еще поговорим и дальше Мы будем встречаться до масленицы, я так поняла, а у вас Мы расскажем еще кучу древних рецептов блинов и покажем С чем их подают, вот у нас здесь стоит? Ой, с чем их подают? Мы принесли очень простую, как сказать, подачу Это сметана, это мед То, что является традиционной для крестьянской кухни И в то же время это же и обрядовая пища Потому что масленичный стол, это обрядовый стол Значит, на нем должны стоять, скажем так, прообраз всей еды И блин, это как, ну, можно сказать, перво хлеб То есть существует версия, что блин появился до хлеба Обязательно мед, ну, сметана И вот такое это мы уже придумали, это сметана с медом А, сразу, да? Потому что блины подавались на самом деле в городских, вот в усадьбах Помещиках или в городских домах И с икрой, и с семгой Тоже, наверное, еще поговорим как-нибудь об этом Вот, у крестьян было проще Но, например, с замороженным молоком подавалось Я думаю, что это прародитель мороженого Вот это интересно, да Так, давайте очень быстренько расскажем про блинчик Который мы здесь пытаемся испечь У нас плиточка не очень хорошо греет, почему-то, сегодня Но хотя уже, уже складывается Да нет, уже первый блин, смотрите, никому Прекрасно Эти блины должны быть толстые Вот вы заметили, да И все вот были удивлены, посмотрели, что это вот-вот квашня вот такая Посмотрите, да, то есть тесто непривычное такое, жиденькое, а очень даже крепкое Да, но потому что он делается там, в основании есть пшеная каша Существуют разные способы Есть способ такой, что пшенку перемалывают до состояния муки Но мы в этот раз испекли, сочетая жидкую пшенную кашу, которую перемололи С добавлением немного пшеничной Мы продолжаем готовить, да А вы там без готовки, без блинов, давайте пообщайтесь Друзья, ну все эти рецепты уникальные, интересные Вы сможете опробовать на Масленичной неделе Начинается она с 20 февраля Ну и, конечно, основное масленичное гуляние пройдет в воскресенье 26 февраля У нас в Екатеринбурге партия семейного отдыха Таганская Слобода Организаторы праздника, Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области И общественная организация «Русский мир» На огромной импровизированной ярмарочной площади Будут и богатыри, и гармонисты, и известные кулачные бои И все, что связано обычно с масленичными гуляниями Кроме того, вот да, можно будет опробовать все блины Я просто запах унюхала, меня сейчас начал развлекать Да, друзья, еще раз, 26 февраля в 12.00 в парке семейного отдыха Таганская Слобода И вот, Алена, давайте не будем обращать внимание на блины, которые вот там у нас пекутся Расскажите, что будет происходить на этой ярмарке Значит, коротко о нашем празднике 26 февраля вместе с жителями Екатеринбурга и Свердловской области Мы предлагаем ответить один из самых любимых народных праздников – масленица Наш проект – это не новый Жители города Екатеринбурга и Свердловской области уже знакомы с нашим народным гулянием «Широкая масленица» В течение 20 лет энтузиасты, общественники, фольклористы проводили данное мероприятие в Харитоновском парке И в этом году мы поменяли площадку И приглашаем всех наших постоянных участников и новых в парк Таганская Слобода Ну а что там будет конкретно? Так, что у нас будет? Мы сохранили лучшие традиции народной масленицы, которая была в Харитоновке А это всеми любимые кулачные бои, конкурсы гармонистов, частушечников, силачей Бои стенка на стенку, взятие снежной крепости Ну и придумали некие новые элементы, праздничные блоки Которые, как мне кажется, украсит наш праздник А именно в этом году мы ввели национальный компонент в наш народный праздник Есть такое поверье, есть такое предположение, что масленицы – это чисто русский праздник На самом деле масленицу отмечают и другие народы И мы постарались в нашем праздничном пространстве совместить все те лучшие традиции национальных праздников масленицы, которые есть у нас на Урале А какие это народы? Да, вместе с нами на масленице будут гулять, будут отмечать этот праздник русские, украинцы, белорусы, чуваши, морейцы, коми-зыряне, удмурты, немцы И даже присоединяется у нас такое новое общество «Дружба Сирия-Россия» Со своим национальным компонентом, который они сохранили, проживая в Сирии И, наверное, каждый из этих народов будет рецепт блинов свой предположить? Да, одним из самых ярких межнациональных компонентов праздника будет фестиваль национальных блинов В течение четырех часов жители Екатеринбурга и области, которые придут к нам на праздник Будут иметь возможность познакомиться с традиционными национальными рецептами, продегустировать их И, я думаю, на следующую масленицу уже попытаться их приготовить, успеть и угостить своих друзей Да, ну вот я смотрю на щечки Димы Сергеевны, поэтому он шевелится встать, да, когда он жует блины Он кто-то будет готовить, а мы готовим уже прямо сейчас Вот первый блинчик у нас такой пышный, уже готов, но я пробую пока те блины, которые нам заранее Это самое главное, скажи, тебе вкусно? Мне очень вкусно, и это, на самом деле, самые необычные блины в своей жизни, которые я пробовал Потому что они пшенные блины, они очень, мне кажется, сытные, они очень толстые И самое вкусное, мне больше всего они со сметаной нравятся Друзья, так же, как Дима Сергеев аппетитно жует сейчас эти блины Вы тоже сможете опробовать все виды, все варианты блинов Это произойдет 26 февраля на Масленичных гуляниях в Таганской Слободе Мы зовем всех, мы приглашаем всех, и наши гости к нам присоединяются У нас в гостях были Алена Кротова, помощник, председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области И Светлана Пигарева, председатель общества русской народной культуры, большая медведица Спасибо вам огромное и за блины, за вкусное начало этого дня Я надеюсь, что так же вкусно этот день здесь проведем Ну а далее мы передаем слово еще одним мастерам своего дела Расскажем вам, как работают кузнецы и что они могут выковать буквально за два часа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!